Многие бердские канализационные коммуникации имеют приличный возраст и нередко вносят дискомфорт в жизнь горожан. С очередной подобной проблемой к нам в редакцию обратились жители многоквартирного дома по улице Попова. Сегодняшняя действительность, к сожалению, устроена так, что при решении одной проблемы, как следствие, возникает другая. В конце прошлого года мы рассказывали, как жители шестого и седьмого домов по улице Попова перегородили придомовые проезды. Им мешал поток машин, направляющийся утром и вечером к детскому саду номер 16, расположенному в глубине жилого массива. Впоследствии ограждение заставили убрать. Это препятствует проезду спецтехники. От мусоровозов до служб экстренного реагирования. По словам жителей Попова-7, под нагрузкой насыщенного автотрафика в марте этого года провалился придомовый канализационный колодец постройки прошлого века. Соответственно, граждане обратились в КБУ. Короче, его вскрыли. И вот эту яму закрыли вот этими досками. И вот он все лето простоял. Этот открытый колодец. Во-первых, запахи ужасные от него. И после дождя, дождь проходит, он засыпается, засоряется. И вся вода бежит в подвал. Мы первые этажи мучаемся, в этой вонне живем. Граждане рассказали, что ремонт провалившегося колодца специалисты КБУ произвели только в конце июля. Оснастку канализационной шахты заменили. Но вокруг остались следы этого ремонта, которые очень мешают жителям. Ну, разве так делают вообще ремонт? Ну, парни нормальные были, вроде экскаватор. Кучу вон куда выцепали. Не прибрали за собой. Вот как было люком. Это вот мы сами загораживаем. Пленку эту вешаем. Чтобы ребятишки, ну, ребенок, мало ли что, тут на велосипедах когда-то в садик ходит. Ну, как-то подчалочить хочется. Но это так же не делается. В КБУ согласны, что нередко после производства ремонтных работ остатки стройматериалов складируются на газонах и в других местах, не предназначенных для этого. Но на сегодняшний день главная претензия жителей Попова-7 это не кучи обломков бетона и кирпича на газоне. Больше всего людей возмущает, что буквально через три дня после ремонта возле колодца вновь провалился асфальт и образовалась дыра. Дальше следующий колодец такой же. На ладом дышит. Просто на ладом. Вот мы сами потихоньку ездим. Ну, как-то, ну, и вонят, унюхают. Это же неприятно. Стоки. Они идут в подвал, самое главное. Его надо просушивать. А я вот живу. Тоже ветер туда дунул. У нас в квартире запахи. Это неприятно. Зам. директора хозяйствующей структуры поясняет, что с подобной ситуацией, когда в скорости после капитального ремонта коммуникации рядом образуются провалы, специалисты КБУ сталкиваются довольно часто. В этом случае аварийного разрушения элемента канализационной системы не происходит, а более приоритетные задачи не всегда позволяют оперативно отреагировать. Поперативно это с тем, что при аварийной ситуации, при соманном колодце, идет намытие грунта. То есть вода, то есть зевая ливневая вода, происходит намытие края. Вот. Ну, при устранении, визуальном устранении, то есть устраняем, да, то есть уплатить большую дубину в жилищнике не получается. Соответственно, в виде камеры, они в дальнейшем образуют провал опала. Ситуация какая, если там в течение дня нет аварий, то есть мы людей оставляем на устранении вот таких вот подборов, так называемых соплей. Александр Алексеенко пообещал, что провал на Попова будет в ближайшие дни устранен. А также рекомендовал жителям города в случае возникновения аварийных ситуаций оставлять заявку диспетчеру КБУ, который работает круглосуточно. Редактор субтитров А.Семкин